Доброе утро! Новый день продолжит рубрика по вашим письмам в студии Натальи Агейчек. Тема аварийного жилья затрагивает Антон Сергеевич. Дом признан аварийным, подлежащим сносу. Нанимателям предоставили жилье, а собственникам муниципалитет не выплачивает выкупную цену. Что делать? Действительно, проблема есть. Антон Сергеевич и связана она с серьезным пробелом в жилищном законодательстве. Есть определенный порядок при сносе дома. Первый шаг. Признали дом подлежащим сносу. Второй. Орган местного самоуправления должен собственникам направить требования о том, чтобы вы снесли дом самостоятельно. Если вы дом не снесли после предупреждения, то муниципалитет выносит постановление об изъятии земельного участка и об изъятии всех жилых помещений в вашем доме. Вот это постановление об изъятии и является основанием для того, чтобы вы потребовали с муниципалитета выплатить вам выкупную цену. Пока нет постановления об изъятии жилого помещения, у вас нет и оснований требовать денег. Так вот, проблема в том, что в жилищном законодательстве абсолютно никак не указан срок, в течение которого муниципалитет вам должен направить такое постановление. Соответственно, органы власти так могут тянуть и до бесконечности. Что делать в этом случае? Обращаться в суд с требованием о выкупной цене не надо. Скорее всего, получите отрицательное решение, зря потратите время. Нужно обращаться в суд тогда с требованием о признании бездействия администрации недействительным. Хотя срок не установлен, тем не менее, ссылаться какие-то все разумные сроки уже истекли. Дом признан подлежащим сносу, проживать в нем небезопасно для жизни и здоровья, а нам требование не направляется о сносе. Просим признать действия администрации бездействия администрации незаконными. То есть вот таким путем надо идти. Еще успеем ответить на вопрос. Евгений его задает не езжу на машине больше года. Попал прошлым летом в аварию. Машина не подлежит восстановлению. А почему-то налог за нее опять пришел. Все правильно, Евгений. Транспортный налог будет приходить до тех пор, пока вы не снимете свою машину, которая даже не на ходу с учета. У нас транспортный налог в любом случае зависит от регистрации. В этом случае машину нужно снять с регистрационного учета. Только если она снята с регистрационного учета, тогда налог транспорта не исчисляется. Исключение у нас еще составляют автомобили, которые в угоне. На них тоже не начисляется транспортный налог, но это должно быть подтверждено определенными документами. Это все вопросы на сегодня. Берегите себя. Удачи в делах. Субтитры создавал DimaTorzok